Добрый день, дорогие друзья! Вы на волнах альтернативного блоговидения. С вами Андрей Куречик. Спасибо всем, кто подписывается. Нас должно стать 46700 на пике. Ну и, конечно, всем, кто ставит лайки и комментирует. Друзья мои, сначала пропал, потом обнаружился на Крестина журналист комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко. Значит, событие вроде как для Беларуси типичное, всего лишь арест журналиста, но нетипичный повод. Оказалось, что Геннадий Можейко – это автор той самой статьи, которая вышла на комсомольской правде Беларуси про Андрея Зельцера. Это айтишника, погибшего в перестрелке с сотрудником КГБ. Все видели эту перестрелку, все имеют мнение о том, что там произошло. Так вот, Геннадий написал статью. В этой статье он просто дал слово однокласснице, какой-то девушке или женщине, которая училась в свое время с Андреем Зельцером. И характеризовала его с положительной стороны. В то время, в девятом классе, в восьмом классе. Вот вся вина. Значит, за это, мало того, что ограничили доступ, закрыли доступ к сайту комсомольской правды в Беларуси. Изъяли газету из гипермаркетов и точек продаж. Так вот, теперь еще и арестовали журналисты. Первый ли это такой случай? Нет, конечно, потому что вы помните арест и последующее осуждение журналистов за то, что они опубликовали честную информацию о том, что Роман Бондаренко не был пьян, когда его убили во дворе. Он не был пьян, естественно, он не был пьян. И журналисты с разрешения его, Романа Бондаренко, родители опубликовали эту информацию, медицинскую информацию. За что были осуждены? За якобы разглашение медицинской тайны, которая кому-то, кому. Роман уже умер к тому времени, родители были за, но каким-то потерпевшим причинило вред. Это абсолютно чудовищное было дело. Вы помните, как все в мире его оценили. Просто попытку скрыть правду. Да, при том, что само расследование смерти Романа Бондаренко оказалось не по зубам Генеральной прокуратуре. Она вот за день может решить провести проверку в отношении, правильно действовало КГБ в деле Зельцера. Это они могут за один день, за сутки. А вот за месяцы и месяцы, больше чем полгода провести проверку причастности тех или иных лиц к смерти Романа Бондаренко при наличии видеоматериалов, аудиоматериалов, свидетельских показаний и фотоматериалов, это оказалось невозможным. Ну, невозможным. Вот, теперь крайним опять оказывается журналист. Журналист, который не оценивал, правильно ли неправильно кто-то кого-то там застрелил. Да, общество это оценит. И общество оценило. Мы видим миллионы, видели миллионы людей, которые пришли почтить смерть сотрудника КГБ. Просто стояли очереди из простых граждан, сотни и десятки тысяч. Да, мы... Вот. И мы можем сравнить мемориал памяти этого сотрудника КГБ и то, что было, когда убили Романа Бондаренко или Александра Тайковского, да. Когда люди, несмотря на очевидный риск и очевидную возможность получить срок, тем не менее, шли, несли цветы, лампады и все остальное, что посчитало Мингоросполком или кто там посчитали, что они портят вид города. А вот тут не портят вид города. Конечно. Ну, потому что у нас одинаковый подход ко всем людям. Одинаковый правовой подход ко всем людям. Вот. Главный редактор «Комсомольской правды», господин Сунгонкин, Сунгоркин, уже возмутился, сказал, что, конечно, не будут отстаивать журналиста. Действительно, что он сделал? Ну, какая-то одноклассница сказала, что в восьмом-девятом классе у нее осталось такое впечатление, что Андрей Зельцер прекрасный человек. Что здесь преступного? Ну, что здесь противозаконного? Тем не менее, вот против журналиста возбудили дело в оскорблении. Удивительно, в оскорблении представителей власти. Правда очень оскорбляет представителей власти. Мы уже знаем. Действительно, ни в коем случае нельзя говорить правду. И в возбуждении ненависти, кому ненависти, каким-то социальным группам ненависти. Это ужасно возбуждать ненависть. Но если информация о том, что в восьмом-девятом классе тот или иной человек вел себя прилично, это возбуждение ненависти, то, конечно, это страшное преступление Геннадия Можейко. Геннадия Можейко. Судить на сто лет надо его. А лучше, как тут отдельные депутаты и палац представителей. Вот надо же набрать 100 человек, которых расстрелять или там замочить в сортире за убитого сотрудника. Вот, прекрасно. Журналисты подходят идеально, мне кажется, для этих задач. Вот. Так что вот так продолжается эта тема. Журналист сказал правду, сел в тюрьму. Ничего нового. Все по-старому. Поддерживайте, пожалуйста, альтернативное блоговидение и старайтесь искать и находить правду. Ваше мнение все равно останется при вас. Что бы они ни делали, как бы на вас ни давили, что бы ни заставляли говорить на камеру, ваше мнение останется при вас. Это был Андрей Курейчик. Всем пока.